Жаворонки – хорошее место. Здесь красивые пейзажи, здесь живут душевные, талантливые и приветливые люди. Сюда тянет вернуться снова. И в 340-й день рождения село вполне заслуженно выслушало в свой адрес много теплых слов и поздравлений. Каждый год у них день поселка проходит такой очень по-доброму. И прекрасно, что вот есть такая детская часть, есть взрослая часть. И все вместе вот здесь на этой поляне. И я вот познакомилась с городом Мастеров, прекрасно. То, что делается здесь у нас, именно работа с детьми, это вообще прекрасная работа. Вы знаете, и 600 детей у нас в Доме культуры занимаются творчеством. Прекрасная спортивная команда в школе. Лариса Евгеньевна поднялась на праздничную сцену и лично вручила благодарственные грамоты за развитие спорта в поселении членом школьной девичьей футбольной команды и ее тренеру Андрею Дику. Здоровья селянам пожелал и главврач Перхушковской районной больницы Ашот Геворкян. С юбилеем участников торжества поздравил и депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Дмитрий Аркадьевич активно участвует в жизни жаворонковского поселения и регулярно оказывает ему поддержку. На этот раз он вручил муниципалитету сертификат на новую баскетбольную площадку. В ближайшее время на этот спортивный объект из областного бюджета будут выделены целевые средства. Ребята и девушки здесь есть, подходящие для баскетбола. Уверен, что будут играть и развивать баскетбол в поселении. Мы любим баскетбол, поэтому будем его поддерживать. В рамке особых гостей праздника были и представители патриотического объединения «Вятичи». На территории жаворонковского поселения они нашли понимание и поддержку. За это лето дети жаворонковского поселения съездили на 8-9 поездок двух-трехдневных бесплатных абсолютно детей по России. Были выходы на Кавказ, поездки в войсковые части. Буквально сейчас мы готовимся, 6 октября закрываем в акту памяти. Едем на Кавказ, будем выносить знамена клубов, знамена поселения в горы. 12-го едем в Воронеж. В общем, такая работа. То есть администрация жаворонковского поселения оказывает огромную поддержку. В день поселения здесь стараются никого не забыть, наградить самых лучших и достойных. Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов семейной жизни. Когда 60 лет назад в брак вступали бриллиантовые супруги-юбиляры Геннадий и Галина Лукьяновы, жаворонкам было всего-то 280. И поцелуем они скрепили свой союз еще на ближайшие 60 лет. Мы поселение сельское, и, собственно говоря, на селе испокон века было принято осенью подводить итоги, гулять свадьбы, собирать урожай. Год заканчивается в сельском поселении именно вот в конце лета, осенью. Мы тоже многое делаем на территории, работы подходят к концу по благоустройству. Я всегда на любых встречах с жителями говорю, берегите себя, берегите друг друга и берегите свою малую родину, наши любимые жаворонки. И вот в этом году, у меня даже мурашки сейчас похожи на самом деле, потому что в четвертый год подряд, ровно в 10 часов перед салютом я скажу своим людям, берегите друг друга, берегите себя и берегите свою малую родину, наши жаворонки. Концертная программа праздника состояла из двух частей. Первая – детская. В ней выступали юные воспитанники местных творческих коллективов. Вторую готовил театральный центр жаворонки. 90% номеров абсолютно новые, поставленные специально к юбилею. Театр создал несколько роликов и песочных шоу, посвященных поселению, его жизни и непростым моментам истории. Главным же сюрпризом стала дискотека 80-х и 90-х годов. Каждый год наши жители говорили, хотим танцевать, хотим вспомнить дискотеку. Мы вынесли на суд зрителей самые лучшие хиты 80-х и 90-х, возобновили стилистику, сшили специально костюмы. И люди услышат живой звук и вспомнят и Машу Распутину, и Филиппа Киркорова, вспомнят Самоцветов, веселых ребят и многих-многих других исполнителей. И вспомнят еще Буниэ, Маббу, все это прозвучит. Приглашенной звездой на праздники стал Родион Газманов. Именно Родион, а не его более знаменитый отец, потому что вся вечерняя часть торжества была подготовлена творческой молодежью. А в финале юбилейного дня в честь Жаворонковского поселения и его замечательных жителей прозвучали залпы праздничного салюта.